Ученики и учителя восьмой школы постепенно приходят в себя после вчерашнего пожара. Уроки сегодня начались по расписанию. Правда, пришли на занятия лишь 140 человек. Половина от общего числа детей. Едкий запах гари и копоть на стенах напоминают о вчерашнем ЧП. На первом этаже закрыты все учебные кабинеты. Начальная школа временно переехала на два этажа выше. Внизу открыты только спортзал, столовая и гардероб для старшеклассников. Уроки идут строго по расписанию. Из 309 учеников на уроки пришли лишь 140. Остальные остались дома. Одним страшно, другим элементарно нечего надеть. Верхняя одежда и обувь школьников вчера сгорела в раздевалке. Составили списки, кто не может приобрести одежду, каковы размеры этой одежды и обуви в том числе. И мы сейчас выясняем, какова общая стоимость причиненного ущерба. И в дальнейшем уже совместно будем решать вопросы. Либо оказание какой-то гуманитарной помощи совместно со школами, либо приобретение новой одежды. О причинах возгорания говорить пока рано. На месте пожара работают специалисты. А коллектив школы тем временем устраняет последствия огня. Вчера, например, привести школу в порядок помогали коллеги из соседних образовательных учреждений. До позднего вечера дружно мыли стены, полы, потолки и мебель. Все откликнулись, поэтому я хочу сказать большое спасибо коллегам, педагогам, директорам и тех персоналу, соответственно, тех, кто принял участие. Была пятая школа, была двадцать третья школа, была вторая. То есть близлежащие, с которыми мы всегда взаимодействуем. Восстановительные работы в гардеробе начальной школы начнутся уже завтра. Ольга Шалыгина, Денис Остапенко, 9 канал.